И ветераны труда, и молодые специалисты, трудовые коллективы, предприниматели, городские хозяйства все вносят свой вклад в развитие и укрепление родной земли. Их труд мы сегодня отмечаем большой радостью и благодарностью. Спорт, экономика, сельское хозяйство, культура, общественная безопасность – это лишь малый список сверхжизнедеятельностей, из которых награждали сегодня государственными наградами и поощрениями ветеранов и молодых специалистов. Для многих эти награды – признание заслуг многолетнего упорного труда во благо республики. Вы знаете, это очень важно, чтобы народ занимался любимым творчеством, чтобы передавал подрастающему поколению все эти важные традиции, навыки, которые нам передали наши предки. Это наша миссия, и мы ее, я считаю, выполняем на сегодняшний день с достоинством. Награды государственного и регионального уровня, грамоты и благодарности, медали вручили около 20 людям. Среди них – Валерий Кулар, человек, проработавший в сфере здравоохранения более 35 лет и получивший высокую награду заслуженный работник здравоохранения России. За свой труд, за все я обязан работникам врачей, коллег, особенно врачей среднего звена. Ведесина района держится на работников врачей среднего звена. Усиление этому дается нынешнее правительство, которое механизирует, как раньше так много не бывало, и строит ФАПы, больницы, участковые больницы районной звена. Это очень радует. Как же можно обойти стороной работника спортивной сферы, который оздоравливает и делает сильными подрастающее поколение, будущее республики? Так, Кайгалол Донгак удостоен звания заслуженный тренер республики ТВА. Сегодня очень знаменательный день для меня. Очень рад, что мою работу ценят и наградили вот такой высокой наградой. Отдельно хочу поблагодарить главу республики Владислава Хавалыга и Министерство спорта за оказанную честь. Также глава ТВА рассказал о значимости и ценности праздника Дня народного единства, о том, что этот день стал символом сплоченности народов нашей республики и огромной страны в целом.